Художник при жизни планировал провести свою юбилейную выставку именно в Сочи. В прошлом году, в 90-летний юбилей Дмитрия Жилинского, прошло три его выставки в Москве. И вот, наконец, экспозиция добралась до нашего города. Всего здесь представлено 39 живописных и 33 графические работы. Они занимают три зала. В первом – наброски к известным картинам художника. Далее посетители могут увидеть большую коллекцию работ, посвященных Сочи. И в заключение – знаковые, известные картины, созданные в разные периоды его жизни. Мы в основном здесь представили работы, которые он прославлял в Сочи. Пейзажи Сочи, нас на фоне пейзажа, маму, детей своих на море. Работы, которые писал здесь. Его могло вдохновить любая мелочь, любой цветок. Вдруг он увидел, и увидел в этом. Он всегда говорил, что во всем надо искать характер, что была особенность. Чтобы было видно, что вот эту вещь ты пишешь не потому, что ты пишешь, а потому, что она тебя удивила чем-то, восхитила. Хотя Жилинский и принадлежит к поколению художников сурового стиля, в его картинах много света, солнца и ярких южных красок. Это основной показатель, что автор – сочинец, отметил глава города. Большое спасибо Венера Николаевна вам, Союзу художников России за то, что вы выбрали место проведения выставки «Город Сочи». Это и память о Дмитрии Дмитриевича, и, конечно, исполнение его воли. И мы, сочинцы, в обязательном порядке поддержим вот такую инициативу. И еще раз хочу сказать, мы гордимся тем, что замечательный творец, художник Дмитрий Дмитриевич Жилинский вырос в городе Сочи. Мне приятно, что именно сочинская земля рождает такие таланты. Жилинский не только советский и российский живописец и график, но и педагог, профессор. Работы для его персональных выставок собирают из различных музеев бывшего СССР. Несколько полотен художника находятся в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Его творчество развернуто представлено в Институте русского реалистического искусства. Большинство работ Дмитрия Жилинского написано не маслом, а темперой. Техника сложная, трудоемкая, зато каждым своим мазком напрямую отсылает к великим предшественникам, говорят почитатели его искусства. Сейчас никто так не рисует. И он когда ходил в Суриковский институт на просмотры, или еще в лицей наш художественный, он так бился за то, чтобы ребята овладели рисунком. Потому что это основа всего, это анатомия. Это, понимаете, на уровне предвозрождения, даже раннего возрождения. Поэтому они такие монументальные. Я и сама сочинская. Я в основном видела по репродукциям в юности, еще в той старой. Много печатали его. Конечно, восторг был полный. А потом уже узнала, что он наш сочинский. Здесь выставка была, но я, к сожалению, на него не попала. Сейчас безумно рада, что привезли. Юбилейная выставка картин Дмитрия Жилинского будет работать в Сочи до 24 июня. Галина Моисеева, Инга Габешия, телекомпания ФКТ.